Девушки отдыхают 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 Особенно потому, что вот какая-то была такая теплая атмосфера, пришло очень много моих друзей. Я вот вижу в ваших руках лист белый, вижу здесь мелки. Ну, я понял, что мне уже не отвертеться, хотя, честно говоря, с утра мне не рисуется абсолютно, то есть это не мое время. То есть я работаю только по ночам. Ну вот, вот ночью бы, если бы я к вам приехал, я бы тут развернулся. Вообще, что, ну, самый типичный вопрос, что вдохновляет художника? Ну, это абсолютно такой вопрос, на который я до сих пор не могу дать ответа, что вдохновляет. Что-то вдохновляет, не знаю. Ну, просто ты иногда понимаешь, что вот надо ехать, и ты этого делать, не делать не можешь. Ну вот, хотя ты, в общем-то, особо и не понимаешь, к чему это и зачем. Но вот приезжаешь, и что-то начинаешь делать. А потом что-то из этого там рождается. То есть нет такого состояния, что вот я встал, меня пробило, вдохновило, и я поехал спокойно, значит, воплощать. То есть все это происходит довольно-таки спонтанно. Почему груша? Ну, не знаю, это как бы такое последнее то, что, время то, что мне нравится. Писать груши. Вот. Что-то такое. На больше меня сейчас уже не хватает. Это подарок, надеюсь, шаров. Большому дому. У нас появилась картина, которую... Достроим башню, можно будет дорого продать, как мне сказали. Да, я... Да, я посоветовал не торопиться. С продажей. Если что, то это... Красивая картина, спасибо. Мы повесили на входе, видели, да? Да-да-да, я как вошел, да. Приятно. Андрей придет к нам как-то ночь, потому что ночью мы творить удобнее, у него будет огромный холст, и за ночь он обещал что-то красивое сотворить. Это хорошо, классно. Говорят, груши будут. Ну да, просто я скажу, что утро как бы не мое время, я говорю, что получится, что получится. А я сам нифига не могу. Да, вот я... У меня еще мозг, в общем-то, спит. Я думал, что у нас проблема такая, типа есть жаворонки, совы. Нет, просто оказывается, все творческие люди по утрам не функционируют как исправный механизм. Полноценный, да. Полноценный механизм. И набирают свои обороты только к вечеру. Вот жава, а есть другие люди, которые к вечеру, наоборот, исчерпывают свой потенциал и возможности. И в этом, собственно говоря, люди отличаются. Вот так, незатейливо обсуждая груши, мы пришли к выводу, что все-таки люди разные. Ну, где самое необычное место, где вы написали? Самое необычное? Электривальное. Ну, мастерская, понятно, там хорошо, комфортно. Ну, да, там уже все как бы для этого устроено. А бывает, что нахлынет и вот... Не, ну вот за последнее время это были два места. То есть это вот здесь, в башне на 38-м, когда я расписывал стену, за ночь до выставки мне надо было написать. Там, по-моему, 12 на 6, что ли, такая получилась своими любимыми игрушами. А вторая, это на площади форума в Монте-Карло, где я писал тоже две огромные работы, сидя на стремянке. Я так понимаю, что я был такой достопримечательностью стал на некоторое время в Монако, потому что перефотографировалось туристов со всех концов земли на фоне. Процветание большому и уютному дому.